Тим и Тейгу познали всю мощь гнева подписчиков, за сутки обновив рекорд по дизлайкам на русскоязычном ютубе. Настю Ивлееву заподозрили в политической рекламе, PewDiePie получил редкую кнопку, а в российском интернете стартовал главный рэп-баттл последних лет. Привет, меня зовут Таня, вы на канале Ютубер. Неделя только началась, а новостей уже столько, что хватит на пару выпусков. Во-первых, выборы, которые просто не могли пройти незамеченными для благосферы. Каждый раз кто-то из лидеров мнений наступает на знакомые грабли, занимаясь политической пропагандой. Само собой от чистого сердца, ну или по незнанию. Этот год не стал исключением. Но если вы задаетесь вопросом, почему тренды ютуба заполонили 50-секундные ролики с рэпом от топовых блогеров, ответ тоже не заставит себя ждать. Все подробности расскажу буквально через пару секунд, а пока напомню, что если вы хотите быть в курсе последних событий из интернета и благосферы, вам точно стоит проверить подписку на наш канал и колокольчик уведомлений. Уж мы-то знаем, как ютуб любит отписывать пользователей без их ведома. Ну а теперь к главному. Начнем с эпохальной новости. Впервые в истории ютуба, то есть впервые за 14 лет, российский ролик набрал миллион дизлайков. Давайте сделаем вид, что вот этой серии мультика «Маша и Медведь» просто не существует. При учете рекордов детский контент не считаем. Сейчас речь идет о патриотическом клипе «Москва», который рэперы Тимати и Гуф выпустили в честь Дня рождения столицы. За первые двое суток, с 7 по 9 сентября, разъяренные пользователи поставили под ним больше миллиона дизов и всего 60 тысяч лайков. Давайте разбираться, что вообще произошло. Мы нашли как минимум три причины эпичного провала, и я расскажу о каждой. Да, пока только расскажу. Сами кадры из клипа мы решили не вставлять, зная любовь Тимати к страйкам и удалению чужого контента. Но не волнуйтесь, самое лучшее зачитаю вслух и с выражением. Первая причина, самая весомая и важная – политика. Дело в том, что 8 сентября по всей стране проводился единый день голосования. Тот самый, который и стал причиной череды августовских митингов и задержаний. Нетрудно догадаться, насколько сильно интернет уже был зол. И тут добивочка. Вишенка на торте этого маразма. У меня вряд ли получится зачитать так же четко, как это сделал Тимати, но все же. В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь. Тот самый город, что не проводит гей-парады, тот самый город, профицит которого ярды. Хлопну бургер за здоровье Собянина. Действительно, что могло не понравиться соцсетям? У меня нет идей. Вторая причина идет вдобавок к первой – текст низкого качества и практически отсутствует рифма в парте Гуфа. Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас наблюдаю за Собяниным, каждый пытается сделать что-то по-новому. Тимати и Гуфу что не хватило денег на Рикки Эйфа в качестве гастрайтера? Или он сам отказался от такого заманчивого предложения? И есть еще третья причина для хейта, хотя о ней раньше вы могли бы не слышать. Видели эти красивые кадры Москвы, снятые с дрона? Как оказалось, команда Тимати даже не сняла их самостоятельно, а просто выкупила у другой компании. Они лежали в свободном доступе на Ютубе еще с 2017 года. Настолько ленивый подход стал последней каплей терпения даже у самой лояльной аудитории. И Москва изменилась за 15 лет, говорите? Может, все-таки за 13? Нетрудно догадаться, что клип тут же завирусился в соцсетях. Больше всего досталось той культовой строчке про «не хожу на митинги» и «не втираю дичь». Вы даже не представляете, сколько к ней можно подобрать смешных и оскорбительных рифм. И сколько времени нам потребовалось, чтобы выбрать самое цензурное. Сами Тимати с Гуфом тем временем дали ответ в Инстаграме и опровергли все обвинения. Оба, по их словам, сделали трек бесплатно и никак не затрагивали тему политики. Финансовый вопрос мы комментировать не будем, никто не знает, что было в действительности. Но вот эта цитата точно подлила масла в огонь. Сегодня модно в молодежных кругах хаять власть. Это не значит, что я это должен делать на потребу моде. По митингам. А ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги. У них кураторы есть, организаторы. Все на зарплатах. Если у вас появилось неистовое желание пойти и поставить еще один дизлайк, то вот утешающая статистика. Отныне клип «Москва» официально обогнал самые худшие российские работы с огромным отрывом. До него лидерство полтора года удерживал Фейс с «Я роняю запад», «Марьяна Ро с мегазвездой» и снова Фейс, но уже с «Бургером». Слушайте, настоящий семейный подряд. Более того, клип вошел в топ-25 самых задизлайканных музыкальных видео за всю мировую историю. Он обошел Джастина Бибера, Никки Минаж, Кэти Перри и десятки других мировых звезд с их провальными работами. Только вот одна деталь. Почти у всех роликов из этого топа сотни миллионов, а то и миллиард просмотров. А у Тимати с Гуфом... Ой. Последние апдейты. Пока мы готовили эту новость, клип набрал уже около полутора миллиона дизов, поэтому Тимати с Гуфом вынуждены были отреагировать. Долматов извинился и сообщил, что его подставили. «Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Развели меня, подставили. Такая фигня». Тимати же просто сказал, что удалит клип с Ютуба. И здесь мы как никогда солидарны с Русланом Усачевым. Ну и раз уж мы заговорили о политике, Насте Ивлеевой в день выборов тоже пришлось нелегко. На блогершу обрушился шквал негатива из-за сомнительного поста в Инстаграм. В своем аккаунте девушка опубликовала фото с прогулки, в подписи к которому упомянула многострадальный парк Горького. И все это не случайно. По крайней мере, так решили ее подписчики. В Насте тут же полетели обвинения в выполнении госзаказа и политической рекламе. К сожалению, больше пруфов мы сохранить не успели, ведь спустя буквально пару часов подпись к фото была изменена, а комментарии отключены. И тут же... Поди разбери! Что это было? С одной стороны, все мы помним прошлогодний зашквар с заказом от мэрии Москвы. Тогда похорошевшую столицу и в частности парк Горького рекламировали Николай Соболев, Элли Ди, Дима Масленников, Костя Павлов и другие блогеры-миллионники. В ситуации разобрались, но садочек остался. С другой, Настя уже не в первый раз упоминает парк в своих соцсетях. Ну, знаете, я вот в парке Горького не была уже очень давно. И я рада сюда вернуться в купальничке. Причем в таком же контексте. Предлагаем голосовать, был ли пост Ивлеевой политической рекламой, а то я уже и сама запуталась. Хочу узнать ваше мнение на этот счет. Ну и к слову об опросах. Помните наш недавний о кнопке для PewDiePie? Мы гадали, получит ли он награду на 100 миллионов подписчиков. Что ж, поздравляю всех, кто оптимистично выбрал положительный вариант. Команда YouTube разработала специальную красную бриллиантовую кнопку, названную так в честь самого редкого и дорогого вида бриллиантов. Отныне ее будут получать все каналы, набравшие 100 миллионов. То есть в ближайшее время больше никто. Этой наградой официально удостоились лишь Феликс и тот самый индийский канал T-Series, опередивший блогера на несколько месяцев. Для них обоих отлили одинаковые статуэтки. Кстати, на всякий случай, от красного бриллианта там только название. Когда появилась эта новость и все первым делом полезли в Википедию, то узнали, что один карат этого камня стоит от миллиона долларов. Надо сказать, что подписчики сильно расстроились и заспамили твиттер YouTube просьбами лишить T-Series кнопки. Видеохостинг в очередной раз не отреагировал и пропустил все жалобы. А если бы и ответил, то примерно как-то так. Нет. А вот Феликс официально решил больше не вспоминать войну. Он получил свой чемодан с награды и отснял распаковку, которая должна набрать десятки миллионов просмотров. По крайней мере, не меньше 73. Столько было на ролике про предыдущую рубиновую кнопку. Ставим плюсик YouTube за своевременность. Ну и напоследок мы приберегли самую горячую новость. В Рунете грядет рэп-битва века. Историческая п***а. И даже если вы ничего не слышали о 17-м независимом хип-хоп баттле, то наверняка заметили в трендах YouTube странные 50-секундные ролики от топовых блогеров. В списке участников уже засветились Эльдар Джарахов, Юрий Хованский, Дмитрий Ларин, Сатир и даже Гэри. Но к ним мы еще вернемся, а пока немного истории. Независимый хип-хоп баттл – это онлайн-соревнование от площадки HipHop.ru, которое появилось на просторах Рунета еще в 2000 году. Тогда оно стало едва ли не единственным местом, где поклонники рэпа могли пообщаться с единомышленниками и даже самими артистами. На форуме сидели участники касты, Нойз МС, Гуф и даже Окси. С 2001-го ресурс начал проводить официальные онлайн-баттлы, организованные администрацией сайта. А с 2003-го – независимые, которые курировали сами форумчане. В первых чаще участвовали именитые музыканты, но в целом никаких ограничений не было. Например, Steam стал победителем пятого официального и седьмого независимого баттлов, но из МС – седьмого официального, Логдог – тринадцатого независимого. А вот Окси Мирон так и не смог взять эту высоту. В 2009-м рэпер стал участником 14-го независимого баттла, но проиграл в полуфинале. Судя по всему, в этом году Мирон решил отыграться. Иначе, как объяснить тот факт, что 4 сентября он выпустил свой трек для отбора? После этого анонса сайт HipHop.ru упал от наплыва посетителей. Ну а дальше началось немыслимое. В течение нескольких дней о своем участии в баттле заявили. А сейчас по протоколу. Егор Крид, Элван, Рэм Дига, Галат, Млечный, Стим, Эсте, Петер Мартич и Спасаж, Джонни Бой и Гнойный. Последний, правда, вместо 50 секунд записал целый пятиминутный трек. Так что, судя по всему, это был Степ. Ну а теперь самая неожиданная часть – блогеры, которые в один день дропнули свои заявки на баттл. Загибайте пальцы. Эльда Джарахов А.К. Злой-малой. Полтора метра харизмы, а ты еще не дорос. МС Хованский. Четыре культовых альбома, я встаю на долгий путь за головой Оксимирона. Кроме того, Дмитрий Ларин, Герман Черных, Пимп, Сатир под псевдонимом Шнеппи и неожиданно Маш Милаш. И это организаторы еще не до конца разгребли личку бота. Еще раз, заявочный трек не должен превышать 50 секунд, так что, судя по всему, Ларин отбор не проходит. А вот у остальных шансы есть. Пишите в комментариях, за кого будете болеть на баттле, ну а мы пока пробежимся по правилам. Прежде чем приступить к основным соревнованиям, участникам придется пройти еще один отбор, по результатам которого в третий раунд пройдут только 124 человека. Их поделят на две таблицы по 62 или на 31 пару. После этого, вплоть до девятого раунда, рэперы будут соревноваться друг с другом. Победитель определится путем подсчета общих баллов за все время соревнований. Судить участников будут опытные баттл-рэперы, знатоки культуры, популярные артисты и представители форума HipHop.ru. А призовой фонд баттла составил 300 тысяч рублей, 100 из которых получит победитель. Мы уже начинаем присматривать себе любимчиков и держим кулачки за то, чтобы в рамках проекта получился хоть один громкий реванш. Окси и Джонни Бой, Окси и Гнойный, Ларин Хованский, ну или хотя бы Джарахов Ларин. Блин, жалко, что заявки уже не принимают, а то я бы тоже ворвалась. Вон как на строчках Тимати сегодня, она тренировалась. Здесь должно было быть прощание, но я вовремя вспомнила, что мы уже давно вам ничего не дарили. Так что объявляю новый конкурс. Условия прежние. Найти три пасхалки в виде логотипов ютубера, которые раскиданы по всему выпуску. Ответы ждем в комментариях. Первый, кто найдет все пасхалки, получит от нас фирменную футболку. Ну и не забывайте об активности под видео. Мы всегда рады вашим лайкам и комментариям. А на сегодня это все. С вами был проект Ютубер, а я Таня. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok